С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Летним чартером в Наринмаре быть уже 27 июня авиакомпания Руслайн выполнит первый рейс по маршруту Наринмар-Москва по субсидируемым тарифам. В преддверии дня медицинского работника врачи, фельдшеры и медицинские сестры принимают поздравления с праздником. В том числе и фельдшеры с деревни Антик заслуженный медицинский работник Российской Федерации Ольга Хабарова. Высший балл по ЭГ по химии получила выпускница городской школы номер 4 Анастасия Косарева, мечтающая стать биоинженером. В столице Заполярье ожидается сильный штормовой ветер. По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни на территории региона ожидается усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду. При усилении ветра рекомендуется не покидать помещений. Ожидается ночью облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков ветер южный и юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4, плюс 6. Днем будет облачная погода, сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и восточный 9-14 метров в секунду, порывами до 17-20 метров в секунду. Вечером северо-западный 15-20 метров в секунду, порывами до 25-30 метров в секунду. Температура составит плюс 11, плюс 13 градусов. 19 июня по Ненецкому автономному округу будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, туман, ветер южный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 2, плюс 7 градусов, местами до плюс 12 градусов. А днем будет дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер будет восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду. В западной половине округа и на побережье северный 15-20 метров в секунду, местами порывы до 30 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. Внимание! Днем 19 июня местами по территории Ниньского автономного округа и в городе Наринмар ожидается усиление северо-западного северного ветра порывами до 25-30 метров в секунду. Также такая погода сохранится в первой половине ночи 20 июня. Городской отдел ГУЧС напоминает горожанам о правилах безопасности при шквалистом ветре. А именно необходимо плотно закрывать все окна, на улице следует держаться подальше. От рекламных счетов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей. А также элементы кровли, сорванные ветром. Стоит спланировать свой маршрут так, чтобы он проходил не вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. В случае экстренной ситуации необходимо позвонить по единому номеру 112. Звонок бесплатный. Субсидируемые чартерные рейсы для жителей Ненецкого округа из аэропорта Нарьинмара стартуют уже 27 июня. По итогам торгов авиакомпания «Руслайн» признана победителем. Сейчас идет процедура заключения контракта. Направление Нарьинмар-Москва-Нарьинмар было выбрано по результатам опроса жителей округа, который проводился в официальном паблике Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в социальной сети ВКонтакте. За этот маршрут проголосовало 60% опрошенных. Рейс по маршруту Нарьинмар-Москва-Нарьинмар будет осуществляться авиаперевозчиком один раз в неделю по воскресеньям. Стоимость билетов с ручной кладью 10 кг и багажом 23 кг по тарифу в одну сторону для взрослых составит 9900 рублей. Для детей до 12 лет 50% от стоимости взрослого билета 4950 рублей. Продажа субсидируемых билетов по маршруту еще не открыта. Это случится в ближайшие дни, когда перевозчик внесет изменения в систему. Пока на сайте представлены билеты по стандартным тарифам авиакомпании, сообщили в профильном департаменте. По условиям контракта с 27 июня до конца октября авиакомпания «Руслайн» выполнит 14 рейсов. Это очень хорошая новость, очень хорошая новость. Я думаю, все, кто собирается сейчас в отпускании, оценят, потому что мы видим, что компания «Ютейр» все больше и больше задирает цены. И я понимаю, что есть спрос. Этот спрос совершенно очевиден, потому что наступает пора отпусков. Но не все могут себе позволить такую цену за билеты. Особенно если в семье не 2-3 человека, а четверо-пятеро, это уже выливается в очень кругленькую сумму и бьет серьезно по карману жителей. Поэтому для нас очень важно, чтобы эта цена, чтобы этот тариф был параллельный, то есть чтобы он не выскакивал за 10 тысяч, а по льготе за 5, и чтобы там было достаточное количество багажа и ручной клади. Вопрос о наличии в билетах багажа и ручной клади поднимается не случайно. К губернатору округа поступают жалобы от жителей региона о том, что при покупке льготного билета на рейс авиакомпании «СмартАвиа» вес багажа снижается до 10 килограмм. Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту разобраться в этой ситуации в самое ближайшее время и провести с авиакомпанией переговоры по данному вопросу. Бесплатный гектар жителям арктических регионов Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий возможность предоставления бесплатных земельных участков. По аналогии с дальневосточным гектаром, гражданам, проживающим на арктических территориях, для индивидуального жилищного строительства или осуществления хозяйственной деятельности. Елизавета Кабанова продолжит. В 2016 году в России был принят федеральный закон номер 119 «Дальневосточный гектар», положение которого впоследствии решили расширить на территорию арктической зоны, куда входит и Ненецкий автономный округ. У нас особенность региона такова, что 95% всей земли округа находятся в категории земель сельхозназначения. И практически 100%, 99% этих земель у нас предоставлены для ведения оленеводства, оленеводческим хозяйством нашим. Соответственно, эта территория уже изначально не может рассматриваться, потому что она находится в аренде. Согласно статье 7, 119 федерального закона, участки, предоставленные на каком-либо праве, не участвуют в этой программе. Ну и, соответственно, еще есть ряд ограничений, которые мы тоже закрыли. В ограничения входят территории традиционного пользования, зоны подтопления, затопления, объектов культурного наследия и территории общего пользования. Пограничные территории также пока остаются закрыты. Для минимизации конфликтов населенные пункты не рассматриваются, так как не все постройки в пределах сел, деревень и поселков поставлены на кадастровый учет. В настоящее время согласие выразили только жители деревни Куя. Рассматривались также варианты в окрестностях Нижней Пеши и Омы. Мы должны показать ту территорию, где можно брать гектар. И вот как раз об этом первый закон округа должен быть принят. Мы планируем принятие его на июльской сессии 1 июля. Второй закон тоже параллельно в соответствии с федеральным законом должен быть принят по вопросу предельных размеров цен на услуги по, скажем так, неживанию вот этих гектар. И вот мы запросили коммерческие предложения. Предварительно 46 тысяч у нас получается такая работа. Максимальная цена за вынос 8, не менее 8 точек. Ну, там получается гектар достаточно большая территория, 4 точки может быть недостаточно. Законопроект округа об арктическом гектаре будет рассматриваться на сессии собраний депутатов 1 июля. Заявление на получение арктического гектара можно будет подать только после 1 августа в управление имущественных и земельных отношений, когда закон вступит в силу. Добавлю, в течение года владелец арктического гектара может определяться с его назначением. Землю можно использовать в целях строительства индивидуального жилого дома, осуществления любой хозяйственной деятельности, что, по мнению специалистов, будет способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Подготовка к выборам. Накануне президента России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 8-го созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот же день пройдут и выборы муниципального уровня. Ненецкий избирком начал к ним подготовку с обучения на местах руководителей территориальных и участковых комиссий. В пяти муниципалитетах Ненецкого округа избирателям предстоит выбрать депутатов местных советов. В двух глав муниципальных образований. Перед началом избирательной кампании Ненецкому избиркому предстоит провести рабочие встречи с членами участковых и муниципальных избирательных комиссий в поселениях округа. Такая вот методическая помощь, которую мы оказываем коллегам из нижестоящих избиркомов. Разбираем весь порядок работы, начиная от приема документов, от регистрации, от выдвижения кандидатов. И завершая уже окончательным подсчетом голосов и подведением итогов выборов. Такая вот важная наша часть работы. Потому что любой организатор выборов, он знает, что чем больше времени ты потратишь на обучение членов избиркомов, тем меньше времени. Потом придется тратить на разборы и рассмотрение жалоб. Напомню, выборные кампании различного уровня пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Жители Ненецкого автономного округа будут выбирать депутатов Государственной думы по одномандатному избирательному округу и по партийным спискам. В этот же день пройдут выборы муниципального значения в Наринмаре до выборов в городской совет по одному избирательному участку. Спасая жизни. Профессии медицинских работников всегда относились с большим уважением. Но в период пандемии, когда именно медики вышли на передний фронт борьбы с коронавирусом, их авторитет в обществе и народное признание выросли многократно. В преддверии дня медицинского работника представители органов власти поздравили врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров прямо на рабочем месте. Василий Хатанзейский продолжит тему. В России день медицинского работника отмечают в 3 воскресенье июня. В этом году праздник пришелся на 20 число. В преддверии его представители администрации и собрания депутатов Неницкого автономного округа поздравили работников здравоохранения непосредственно в медицинских учреждениях. Одно из них – центральная поликлиника Заполярного района. Я хотел бы поздравить вас с наступающим днем медицинского работника, сказать вам огромное спасибо, это не свои слова, потому что вся Россия сегодня знает работу медицинского сообщества, самоотверженный их труд. Спасайте жизни не только в период пандемии, но в период пандемии эта нагрузка на вас возрастает 5, а где-то и 10 крат. Вице-губернатор вручил работникам поликлиники от имени главы региона благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд на страже здоровья людей. Звание «Почетный врач Неницкого автономного округа» удостоено участковый врач-терапевт Центральной поликлиники Заполярного района Александр Балабон. Получен медаль «Почетный врач Неницкого автономного округа». А, наверное, заслуги мои какие, как ее добился, это, наверное, в результате длительного кропотливого труда и призвания коллег, понимания со стороны пациентов благодаря только этому. Профессиональное почетное звание «Почетный работник здравоохранения Неницкого автономного округа» также присвоено медицинской сестре Неницкой окружной больницы Зинаиде Зиминой. Она работает в сфере здравоохранения уже более 40 лет. «Награда меня нашла неожиданно, поэтому я немножко смущена даже этим. Мы, операционные сестры, работаем не за награды. Наверное, призвание наше такое просто работать». Благодарственным письмом президента Российской Федерации удостоена фельдшер отделения скорой медицинской помощи Наталья Ермолина. На скорой она работает 23 года. «А вообще не ожидали получить награду?» «Честно говоря, нет». «А какие вы чувствуете, что так было вас приведено?» «Гордости, что я могу чем-то поделиться, рассказать своим родным, что я вот неплохой человек». В скорой помощи работают самые мобильные и отзывчивые медики. От их грамотного решения непосредственно на месте вызова во многом зависит жизнь пациента. В условиях пандемии коронавируса нагрузка на работников скорой помощи возросла кратно. Телеканал «Север» в свою очередь поздравляет всех медицинских работников Ненецкого автономного округа с профессиональным праздником и желает новых свершений и побед в нелегкой работе. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». 40 лет на страже здоровья односельчан. Молодой специалист Ольга Хабарова приехала в деревню Андик по распределению после медицинского училища в начале 80-х. Спустя 40 лет фельдшеру, заведующей деревенским ФАПом, присвоили высокую государственную награду. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». С деревенским фельдшером вас познакомит Александра Литкова. Ольга Афанасьевна, мы пришли вас поздравить сегодня с праздником, в воскресенье, День медицинского работника. Несмотря на то, что День медицинского работника будет отмечаться 20 июня, поздравления с профессиональным праздником Ольга Хабарова принимает с самого утра. Еще бы, единственного медика в деревне здесь уважают все. Ольга Афанасьевна – это отзывчивый, добрый, всегда придет на помощь человек, в трудную минуту окажет содействие, а также надежный друг из всех людей, которые здесь. Мы с ней тоже дружим 18 лет. И большое ей спасибо за ее работу, за ее отзывчивость, добросовестное отношение к работе. После получения образования уроженка Няндамы по распределению приехала в Ниньцкий округ. Как тогда думала, всего на полгода, а оказалось навсегда. Условия труда тогда были не самые легкие. Все, конечно, было, но было того времени. А сейчас у нас все современное. Во-первых, холодильник у нас был маленький такой, а сейчас у нас три холодильника. И для вакцин, и для аптечного пункта, и для, как говорится, хладоэлементов. У нас все, конечно, есть. А тогда мы все приспосабливали. И получалось так, что тоже помещение было небольшое, но было уютно. А сейчас работать, как говорится, одно загляденье, одна мечта. Все есть. И тепло, и светло. Фельдшер высшей категории с ностальгией вспоминает времена, когда 40 лет назад жизнь в этой маленькой деревне кипела. Когда я вот сюда приехала, у нас действительно была очень большая школа. Два интерната. Интернат мальчиков, интернат девочек. И училось в школе 186 человек. Школьники у нас были Нарыга, Анти и Нельминус. И в результате получается так, что население было очень большое. 186 человек, учеников. А все население было где-то в пределах 400. 368, потом 342, 302, 286. А на данный момент проживает, и я вот обслуживаю, которые конкретно здесь живут, 106 человек. Из них 24 ребенка. За многолетний добросовестный труд в этом году Ольге Хабаровой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Как признается наша героиня, быть медицинским работником – это ее призвание. И она ни разу не пожалела о выборе своей профессии и переезде в Ненецкий округ. Это, как говорится, моя судьба, мое призвание. Я свою работу очень сильно люблю. И не зря как бы... Ну, значит, так надо. Приехала сюда, осталась, вышла замуж. В 1985 году с подругой мы хотели съездить, поработать в Афганистане. Но нас не взяли, потому что мы фельдшера, а там нужны были медсестры. И получилось так, что я в 1986 году вышла замуж и осталась здесь. У меня двое детей, сын, дочь, прекрасный муж, который мне во всем помогает. И получается так, что я здесь встретила очень хороших друзей, настоящих друзей. А еще этим летом в Андиге ждут долгожданное событие. Деревенский ФАП переедет в новое здание. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». ЕГЭ на 100 баллов. Выпускница школы номер 4 города Нарьинма раздала государственный экзамен по химии с высшим результатом. Секретами успеха Анастасия Косарева поделилась с Катриной Тайбарей. Старание, труд и спокойствие. Вот главные ключи к достижению цели. Анастасия упорно готовилась к единому государственному экзамену по химии и детственное в регионе получила заветные 100 баллов. До апреля я просто шла по школьной программе, то есть занималась с учителем. У меня не было ни репетиторов, никого. Меня полностью устраивала школьная подготовка. И последние два месяца я уже как интенсивно готовилась именно к формату ЕГЭ. То есть у меня знания были. Нужно было именно просто под экзамен их заточить, там научиться делать задания. Последние два месяца я занималась с репетитором, а так остальное время все это школьная подготовка была. Еще с восьмого класса, как только урок химии появился в школьной программе, Анастасии полюбилась эта дисциплина. Благодаря математическому складу ума школьная программа давалась довольно просто. В качестве дополнительной подготовки ученица выбрала онлайн-школу Boom Study и занималась с репетитором удаленно. Чтобы дальше говорить о характеристиках атома, мы должны познакомиться с таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева. Давайте я вам расскажу подробнее о ней, как ей пользоваться, что в ней есть и чем она нам поможет в дальнейшем. Итак, посмотрите, у нас есть периоды. В детстве девушка хотела стать ветеринаром. Позже задумывалась о профессии врача, но проанализировав свои способности, решила, что станет хорошим специалистом в сфере биоинженерии. Для более глубокого изучения профильных предметов Анастасия перешла в четвертую школу. Классный руководитель, несомненно, гордится успехами своей ученицы и отмечает, что и в других дисциплинах Анастасия проявляет себя отлично. Огромное спасибо хочется сказать ее учителю химии Оксане Вячеславовне Соколовой. Это действительно мастер своего дела, это очень высококвалифицированный учитель. Конечно, это очень трудный путь, очень долгий путь, но она своей цели достигла. Хочется, чтобы и по жизни она достигала своих целей. Экзамены позади. Осталось только дождаться их результатов. Анастасия желает всем нынешним и будущим выпускникам удачи на экзаменах. Самое главное – это не нервничать. То есть я на все экзамены приходила абсолютно спокойно, особо не нервничала. И это, наверное, самый главный залог успеха. То есть никаких нервов, просто спокойно прийти, потому что экзамены – это просто какая-то часть жизни. Их можно пересдать. Если ты сдал не так хорошо, как ты хотела, в этом нет ничего страшного. Если бы я сдала чуть хуже, я бы тоже особо не расстроилась, потому что это просто какой-то этап жизни, который надо пережить. И, в принципе, все самое главное – без нервов. Это все решаемо, это все можно пересдать в любой момент. И если поступить в ВУЗ похуже, ничего страшного не произойдет. Самое главное – спокойствие. Анастасия планирует поступить в Высшую школу экономики на новый факультет биологии. Катрина Тайборей, Дмитрий Семяшкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует...